Представляете семизвёздочный отель в Египте? Прямо тысяча и одна ночь. А вот это место мы называли оазис в пустыне. Так, конечно, видно, что ты русская, глаза-то голубые. Всем привет! Я хочу сегодня вам показать Египет, Хургада, Форт Арабеск, и наш отдых здесь довольно недлинный. Всего лишь неделю мы отдыхали с 10 апреля по 17 апреля. Вот какая красота, Красное море, посмотрите, какая чистая вода, замечательная. Несмотря на то, что этот Форт Арабеск очень большой отель, он даже не сказать, что отель, потому что, видите, Форт, он как бы название имеет такое, Форт, но потому что он на самом деле и выглядит как Форт. Не сказать, что тут прям такая уж красота неописуемая, но, вы знаете, территория этого отеля, вот это его пляж, посмотрите, очень всё цивильно, тоже всё чистенько, ни одной нигде бумажки, никаких сигарет, окурков, ничего такого нет. Всё очень-очень красиво, очень много зелени. Ну и я сегодня вам покажу, как мы здесь отдыхали, покажу наш отель, покажу нашу комнату, как она выглядит, ну и немножко расскажу поподробнее. Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее и давайте начнём. Вот у нас номер от входной двери. Здесь у нас шкафы, много-много-много шкафов. Здесь, смотрите, две кровати для детей. Это потому что семейные апартаменты. Вот, смотрите, как это всё выглядит, семейные апартаменты. А это большая king-size кровать. Ну вот так, обычненько, так скажем, да. Ничего такого особенного нет. Здесь мини-бар. Мини-бар здесь ещё комод. Так, как раз говорят о атаке, Иран атаковал сегодня Израиль. Так, здесь один большой стол, другой маленький столик. Здесь такой большой балкон. Секундочку, я уберу там. Убрала шорт и со стола. А свой купальник забыла убрать. Ну вот так вот, видите, это то, что я вам показывала вечером. Вид из нашего, с нашего балкона, из нашего номера. Довольно-таки большой балкон. Вот так вот, видите. И здесь вот ещё один корпус отеля. Вот внизу этот красивейший бассейн, в котором мы иногда в пабе пьём пиво. А вот там дальше Красное море. И там дальше пляж, на который мы ходим. Всё тут в шаговой доступности. А вот там видно гору на горизонте Шар-Мань-Шейх. И сейчас у нас около шести часов вечера. Видите, солнце садится. Но пока ещё не село. Ну вот, ещё раз. С другой стороны вам покажу. Может быть, вечером посимпатичнее всё это выглядит. Не знаю. Вполне себе обычное. Обычный номер. Но большой. Очень много здесь пространства. Для семьи из четырёх человек, как вы поняли, да? Родители. И двое деток могут здесь. Так, вот здесь ещё бассрум, господи, как назвать? Душевая. Душевая ванная комната, туалет. Сейчас вот занято. Мой друг принимает душ. Покажу вам попозже. Входная дверь. Ничего особенного в коридоре. Очень всё простенько. Вот как-то так. Показываю вам кровать наверху. Вы знаете, большая кровать. Она даже не односпальная. Она как полуторка тут. Ещё раз хочу вам показать наш чудесный вид с балкона. Уже мы здесь отдыхаем пять дней. Уже всё, в общем-то, обследовали территорию отеля. Территория отеля огромная. Но вот вы знаете, мы, как выяснилось, живём, где люди, в основном, которые отдыхают с детишками. Вот посмотрите, видите, внизу для детей тут всякие причиндалы играть. Вот, и поэтому я вам показала, что у нас там детские две кровати. То есть номер на большую семью. Но это, получается, наверное, одни из самых больших апартаментов. Вот именно то, что хотел здесь взять для нас мой друг. И он, получилось, что он взял апартаменты детские. Но, тем не менее, здесь чудесно. Детей не так и много. И те, которые есть, они довольно спокойные. Вот, поэтому никаких трудностей с этим у нас нет. Никого из своих соседей мы практически даже и не слышим. В этом плане очень хорошо. Ну, и потом я же не перестаю показывать вам вот этот вот карасеящий оазис с бассейном, с пабом и с водопадиком небольшим вот там справа. Видите, горка из камней и водопад. Он сейчас ещё не включён, ещё рано. Ещё нет восьми часов здесь у нас. Мы только собираемся на завтрак идти. А вот там вдалеке, у меня спрашивали, а где же море. Вот вдалеке с катерами, с яхтами, видите. Это как раз Красное море. Здесь такая небольшая бухточка. Очень чистая вода, кристальная. Ну, я вам показывала уже и ещё покажу. Вот, и туда дальше простираются ещё отели. Я имею в виду корпуса, видите, да, разных отелей. Вот. Мы обычно начинаем свой день с пляжа на море. А дальше где-то часов три мы идём сюда, в этот оазис. И здесь наслаждаемся под пальмами. А потом идём ужинать. Вот так проходит наш день, если говорить вкратце. Потому что здесь, в общем-то, только пляжный отдых. Но сегодня мы поедем на катере на Коралловый остров. Даже там не катер, а такая субмарина, где можно смотреть под водой рыбок, ну и также плавать. Плавать с маской и трубкой называется снорклинг, если кто-то не знает. Вот это я как раз здесь плаваю с маской. Ну, вы знаете, мой друг снимал меня совсем немножко с этого пароходика. Вот здесь тоже можно было посмотреть снизу такое со стеклом дно у пароходика. И можно было наблюдать рыбок. Но, как вы видите, рыбок мало, кораллов почему-то мало. Совсем не так, как было когда-то 15 лет назад. Я нашла даже вам фотографии. Вот посмотрите, это тоже Красное море. Это я, вот даже ближе показываю вам, ровно 15 лет назад. Почти на том же самом месте, в Хургаде. Я отдыхала с моими друзьями. Боже, когда это было? Это я еще тогда работала в Москве. Ну вот, представляете, прошло 15 лет, и я опять с трубкой и с маской плаваю. То есть сейчас, конечно, маски более усовершенствованные. Но так как у нас с собой не было никакой такой маски, я думала, что нам здесь дадут эти новые, хорошие такие маски. Знаете, они полностью закрывают лицо. Полностью такие прозрачные из пластика. Но, к сожалению, маски нам дали такие же, как 15 лет назад. И немножко я показываю вам, как выглядит вот эта наша морская прогулка на чудесном теплоходике. А еще, конечно, именно на Красном море всегда поражает вот эта вот бирюзовая чистейшая вода. Поразительно. Бывает, конечно, и в других местах такой цвет бирюзовый у воды. Но здесь она такая практически всегда, в любую погоду. И вот, как я вам уже сказала, я за 15 лет впервые вернулась обратно в Египет. И у нас-то, как вы помните, в начале 2000-х годов только Египет и Турция. И были те страны, в которые мы могли выехать в отпуск, отдохнуть. И как странно оказалось, что мой друг, он был во всех странах Европы по нескольку раз. И он даже был и в Японии, и в Австралии, и в Америке, и в Канаде, и в общем, где он только не был. Но почему-то ни в Турции, ни в Египте он не был ни разу. И когда я об этом узнала, я поразилась, стала ему рассказывать все красоты Красного моря. Ну и вот, он сразу же, конечно, и решил туда съездить. Вот так вот и получилось, что я через 15 лет снова приехала в эту страну, чему, в общем-то, я очень рада и нисколько не жалею. И с погодой нам повезло. И я не ожидала даже, что мы будем в середине апреля купаться в море. А вот в море, в Красном, температура воды была 26 градусов. Температура воздуха утром 25, а днем иногда доходила до 30-32. Но, вы знаете, жара как-то не ощущалась, потому что вечерочком опять бриз такой приятный. В общем, наш отдых просто был великолепным. Рассказываю дальше, друзья. Здесь, на территории этой огромной территории отеля, было больше четырёх ресторанов, в которых мы завтракали, обедали, иногда ужинали. Но также, помимо ресторанов, здесь было огромное количество баров, лобби-баров, пабов, ну и вот этих вот бич-баров, которые располагались на берегу, там на пляже. Всё было бесплатно. Но, наверное, те, кто бывал в Египте, знают, что египетские напитки, они совершенно никакие. Поэтому за дополнительную плату всегда вечером друг мой брал хорошую бутылку вина, а также он любитель попробовать всю эту экзотическую кухню. И вот сейчас вам покажу, как мы однажды там в ресторане назаказывали, и что из этого получилось. Это вот я дала вам послушать, как мы однажды тут заказали целую кучу маленьких тарелочках всяких закусочек. Нам принесли это вот в этом вот открытом ресторане, таком довольно популярном. Нам даже пришлось заказывать здесь столик. Так вот официант пришёл, когда нам расставлял эти тарелочки, всё очень долго объяснял. Мы умным видом кивали головами. А потом, когда я спросила у друга, помнит ли он как, что называется, он сказал, я понятия не имею. Вот такая вот специфическая египетская музыка здесь звучала по вечерам. А ещё мне этот ресторан понравился именно тем, что здесь нас угостили шикарным шашлыком. Шашлык этот назывался русский шашлык. Хотя, по-моему, больше всё-таки нужно было сказать, что он грузинский. Так вот, и ещё, кстати, довольно интересная тоже такая история, что все сразу меня узнавали как русскую. Вот эти вот египтяне, арабы, которые там у нас в ресторане в нашем основном, в котором мы завтракали, обедали. И они постоянно мне улыбались, подмигивали, подходили, заговаривали со мной по-русски, чем, в общем-то, шокировали и меня, и особенно моего друга. Мы с ним вместе удивились, помню, в аэропорту, когда только прилетели. Значит, у нас там проверяли документы, паспорта. И, конечно же, мой друг показывает паспорт свой, и я показываю свой. У меня тоже британский паспорт. И я показываю свой паспорт, и он мне говорит, этот таможенник-араб, который смотрит мой паспорт, и он смотрит, что паспорт британский, и он мне говорит по-русски. Добро пожаловать! Я вообще обалдела. Я говорю, почему по-русски? Отвечаю ему тоже. Он говорит, так вы же русская, я же вижу. Голубые глаза! Вот так вот, друзья, никуда не спрячешься, все узнают. Ну и надо сказать, что очень дружелюбные здесь египтяне-арабы. Может быть, только на территории нашего отеля, уж я не знаю, но, по крайней мере, все улыбались. Всегда утром идешь на пляж, все говорят тебе добрый день, доброе утро, доброе утро. Все, кто работают здесь, весь персонал и отдыхающие тоже, все говорят друг другу с добрым утром. Улыбаются, и это так приятно. В нашем отеле, кстати, отдыхали в основном немцы. И вот даже весь персонал, он всегда спрашивал почему-то по-немецки. Allas good? Allas good? Что, в общем-то, раздражало моего друга. Он так не привык. Он привык, что всегда все разговаривают по-английски. И вдруг оказалось, что здесь англичан практически нет. Несколько пар всего, наверное, было. По-моему, тоже несколько пар французов. А подавляющее большинство были немцы. И весь персонал говорил, all is good. То есть считая, что мы тоже немцы. Что касается русскоговорящих, я уже теперь так называю, русскоговорящие, да? Так вот, встретила я всего несколько пар, наверное, русскоговорящих. И в основном на пляже. Они были не у нас в нашем отеле, а в другом. Так вот, кстати, расскажу вам сейчас обязательно и покажу. Семизвездочный отель. Вы когда-нибудь слышали о том, что существует семизвездочный отель? Я-то почему-то считала, что вот пятизвездочный самое то, и больше уже звезд не бывает. Но оказывается, я отстала от жизни. Семизвездочный отель, в котором в основном, как вы, наверное, можете предположить, отдыхали русские олигархи. Я смогла попасть на закрытую территорию этого семизвездочного отеля. И в конце этого видео я вам обязательно покажу и подробно расскажу, что да как. Ну, а пока продолжаю показывать вам территорию нашего отеля. Кстати, надо сказать, что тоже очень-очень красивую. Ну, и у вас будет возможность сравнить, когда я вам покажу, еще и семизвездочный отель. Показать вам, что значит песочная буря в Египте. Смотрите, смотрите на горизонт. Сейчас я попробую приблизить. Видите? Смотрите еще, еще. Люси, видите, что происходит? Если вы думаете, что это облака, то это абсолютно не так. Это вот песок из пустыни. Песок из пустыни, смотрите. Видите? Видите? Да, вот такие страсти бушевали там в пустыне, которая нас окружала со всех сторон. Я сказала вам, что мы ехали из Хургады 45 минут на такси через пустыню. И вот этот наш такой оазис. Но, видите, ветер все время. И оказалось, что и была буря в пустыне, которую мы-то, в общем-то, даже ждали здесь у себя. Нас предупреждали, что, возможно, и здесь тоже песок появится. Но, слава богу, все обошлось. Ну и еще хочу сказать для тех, кто, может быть, интересуется информацией, как здесь мы получали визу, когда прилетели в Египет. Мы узнавали очень долго через интернет, нам сказали, лучше всего онлайн визу оформить. Вот. Я даже не стала заморачиваться, потому что знаю, что это очень сложно. Мой друг взялся, там ему решили кто-то помочь. Ну вот они просидели два дня, и так у них и ничего не получилось. И в конце концов мы полетели просто так. Я сказала, что когда-то просто визу было элементарно получить в аэропорту. Скорее всего, что так и сейчас, наверное. Ну и мы прилетели, и на самом деле оказалось все очень просто. 25 долларов стоит на 30 дней виза в Египет. Больше всего нам нравился вот этот островок чудесный, оазис, я его так назвала. Он у нас был, в общем-то, прямо под балконом. Красота неописуемая. И еще здесь, как сказал мой друг, самое вкусное пиво было в баре. Баров было много, а вот здесь именно было самое вкусное пиво. Но я пиво не пью, а вот просто доверяю тому, что сказал мой друг. Ну а еще мы хотели здесь расположиться тоже. Видите, сколько здесь лежаков, здесь чудесно. Хотели с утра расположиться и в тенечке здесь отдохнуть у бассейна. Но нам так и не удалось здесь ни разу, даже с утра, найти свободное место. Этот оазис облюбовали напрочь немцы. И прямо с 6 часов утра и на целый день они здесь занимали места. Так, что еще я вам могу рассказать про этот отель? Как мы его нашли? Этот отель, он не в самой Хургаде, как я сказала. И, к сожалению, вот в Хургаду мы так ни разу и не съездили. Потому что это надо было заказывать специальный микроавтобус. В общем, Марокко. И друг мой сказал, что он не хочет по жаре там где-то бродить. А раз уж мы сюда приехали, да всего лишь на неделю, то здесь, в общем-то, и будем отдыхать. Ну, мне-то как-то и тоже все равно. Я Хургаду уже видела. Вот, кстати, показываю вам друга моего. Я-то в бассейне купаюсь. А он купаться не любит. Он все сидит на бережку и меня поджидает. Так вот про отель. Этот отель я, конечно, не знаю и не знала никогда. Форт Арабеск. Но его посоветовал моему другу его сосед. Они очень дружны с соседом. Сосед 65 лет ему. Он тоже вдовец, одинокий. И он очень любит путешествовать. Постоянно куда-то мотается. И вот он именно мотается вот так вот на 5 дней, на 7 дней. Иногда на 2 недели, но не больше. Уж не знаю почему. Как-то ему так больше нравится. По мне, вы знаете, как-то такой тяжелый перелет. 5,5 часов мы ехали, летели на самолете. Да потом еще до сюда добирались. Да потом еще пока это все, весь этот багаж там проверяется. В Египте, вы знаете, очень все серьезно проверяется. Нас проверяли несколько раз. К тому же, почему-то мой чемодан попросили отложить в сторону. Попросили открыть полностью мой чемодан. И, значит, там чуть ли не с собаками его обнюхивали, проверяли. Уж не знаю. Я аж даже испугалась. Знаете, вот этими бумажками там все это протерли. Потом эту бумажку там просканировали. Это, наверное, какие-то наркотики искали. Уж не знаю, что такое со мной. Почему я так подозрительно вдруг им показалась. Хотя мне этот офицер объяснил, что они выборочно берут людей и проверяют. И я потом обратила внимание, что вслед за мной там еще нескольких остановили и стали проверять тщательно. Так, отвлеклась. Значит, нам этот отель посоветовал сосед. И он сюда ездил со своей дочкой на ее день рождения, по-моему, что ли, они здесь праздновали. Ему здесь все очень-очень понравилось. Что не могу сказать о себе. Да, еда здесь была неплохая. Вот я же говорю, что море. Для меня море красное это самое главное. Все остальное вроде бы как и ладно. Но хотелось бы как-то, наверное, все-таки немножко что-то бы и получше. Потому что еда все-таки была однообразная, как по мне. Ну вот сейчас покажу вам немного из последнего. Как здесь у нас проходит в ресторане ужин. Рис, картошка, а это курица, гриль-курица. Так, здесь что-то попить. Видите, да? Здесь что-то попить, здесь что-то поесть. Дальше мы идем. И что мы видим здесь? Здесь вот большой такой островок. Смотрите, здесь очень много выпечки. Кстати, очень красивая выпечка. И вкусная. Да, можно выбрать. А здесь еще готовят. Готовят. Рыба. Рис опять. Бетстроганов. Бетстроганов. Вегетериал. Это какая-то рыба. Дальше рыба, рыба, рыба. И утка. Дальше смотрите. Фрукты и десерт. Вот там вдалеке. Это я никогда не ем. А здесь вот сыр нарезка. А здесь вот овощи нарезка. Вот я показала вам шведский стол, да, египетский такой, классический, скажем так. Очень много у них сладостей, десерта. Там несколько столов длиннющих. Выбирай, не хочу. А я вот, к сожалению, десерт-то и не ем. Я сладкое вообще не очень люблю. Ну, а к тому же еще из-за того, что от него и полнеешь. Зачем же мне тогда это вообще надо? А вот как раз то, что я люблю, рыбу и морепродукты, здесь этого практически и не было. Так, ну что, друзья мои, не притомила ли я вас еще? Я решила вам все в одном видео и показать о Египте, чтобы уже на части там не делить это все. Ну и вот, смотрите, это то, что я вам обещала. Я зашла на территорию отеля 7 звезд. Вот он перед вами. Как я сюда попала? Здесь закрытая зона. И меня провела... Вот женщина, с которой мы познакомились на пляже, русскоговорящая. И вот, смотрите сами. Вот это здесь, видите, температура воздуха 32, температура воды 25, и там, по-моему, ветер, еще что-то такое. Вот, значит, как этот отель 7 звездочный вообще выглядит? Для меня немножко странно. Как бы получается, что вот на этой огромной территории с общим пляжем еще и вот серая, видите, коробка там вдалеке. Так, вот это вот пляж, я так показываю рыбками, мам. Ну, пляж, конечно, шикарнейший. И здесь, если поближе дальше я пойду, вы увидите, что там каждый зонтик, в общем-то, вообще как отдельный такой домик. Вот, посмотрите, да, и загорожено там все у него, и столики, и все, что хочешь. Да и вообще совершенно по-другому выглядят сами эти очень красивые зонтики. Вот видите, здорово, да? Вот, если мы будем дальше смотреть, вот видите, вдалеке, вот это вот такие вот как бы виллы отдельно стоящие, вот они белые, и здесь вот серые виллы, видите? Перед каждой виллой вот такой бассейн, вот здесь лучше видно эти виллы с бассейном. Виллы не очень-то и большие, уж не знаю, насколько там человек эти виллы, и как там внутри попасть, не представляется возможным, но их здесь очень много, видите? Там у них отдельно как бы лежаки, у некоторых даже барбекю стоят. Вот это вот, конечно, такие домики шахерезады, но это сразу вам могу сказать для массажа. Там платный массаж тайский, 95 долларов, пожалуйста, на час можете заказать. Сколько что здесь стоит, я, конечно, понятия не имею, но со слов вот этой вот моей знакомой, русскоговорящей, она сказала 5000 баксов на неделю вот такая вилла. На сколько там людей эта вилла, не знаю, на одного, на двух или на семью, не знаю больше ничего. Очень жаль, что время бежит так быстро, и практически наше путешествие уже подходит к концу. Сегодня у нас среда, 17 апреля 2024 года. Наше египетское путешествие практически завершается. А у меня сегодня, друзья, для вас всё. Я с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя, пожалуйста. Всем удачи, всем добра, всем мира и спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok